Уважаемые любители моих небольших кинематографических опытов и исследований мозга. У нас происходит масса событий, так что политологам на ближайшие 100 лет рассуждений хватит. Однако среди всего этого разнообразия веселухи, которые происходят на этой планете несчастной, мы можем увидеть кое-какие признаки эволюционных процессов. Какие же это признаки? В первую очередь, на днях в Российской Федерации принято решение об открытии специальных магазинов для специальных людей. То есть, ну, это как бы для дипломатов, которых там пара тысяч человек, которые не могут совершенно жить без хамона, пармезана и труфелей. Это понятно. Поэтому для них создаются специальные магазины с теми товарами, которые как бы беспошлины и торговли. На самом деле, как вы понимаете, это в основном для тех 10 миллионов чиновников, которые, собственно говоря, и составляют нашу такую псевдоэлиту. На самом деле, как вы понимаете, у них у всех есть какие-нибудь узбекские, казахские паспорта, которые они будут предъявлять, все будет хорошо. Вход по паспорту. Там будут продавать всякие товары, как в Советском Союзе. В Советском Союзе с доступ к идее и к разным бытовым товарам определялся твоим социальным статусом. Для тех, кто забыл или не знал, в СССР была система такая, ну, для циковских работников и всяких высоко поставленных чиновников партии и правительства были специальные распределители. Там жила финская колбаса, вымирающие реликтовые рыбы, ну, и всякие западные прелести, включая коньяки и напитки. Сами понимаете, что доступ туда был крайне ограничен. Только член ЦК и пострадавшие во время отбывания каторжной ссылки. Ну, в 80-х годах таких, вы понимаете, было полно. Так вот, а чуть пониже уровень для тех, кто работал за границей, им выдавали специальные чеки, а не валюту, и они их отоваривали в этих магазинах. Там был экзотический табак. Ну, например, простой человек мог в качестве больших понтов купить вот сигареты «Космос» такие. Ну, или покурить табачку «Золотое руно», которое, ну, как бы продавалось в магазинах и ларьках. А вот с благородными наклонностями и с чеками уже было доступно вот именно такие. Это патчек оттуда. Сигаретки «Мальборо», которые советский человек мог покурить, только поменяв на них чеки. Ну, и джинсы, ну, сами понимаете, все предметы спекуляции были там. Пойду заходишь, там один иностранец, пяток темных лиц кавказской национальности, и, как правило, парочка работяг откуда-нибудь из Вьетнама или из Сосуанской плотины. Так что дело было, то есть теперь система неравенства вновь возводится, как в Советском Союзе, в иерархическую конструкцию лимбической системы. Доминантность будет обеспечиваться, как вы понимаете, спецмагазинами. С чем я поздравляю, то, что я вам обещал, то и происходит. Чиновники начинают создавать систему стратификации, чтобы мы покупали трюфели в виде колбасы вареной. Ну, они ух, самих. Но таким образом следствие – это сортинг по мозгам, неравенство. Но не по мозгам, если бы по способностям, а то по талантам, которые назвать-то неудобно. Таким образом стратификация общества, то есть иерархия доминантности, развивается с невероятной скоростью. В моей книжке там «Церебральный сортинг» – это подробно объяснено. Вызывает это неприятности? Да, вызовет. Вызовет. Как всегда, эти вещи в свое время вызвали разрушение Советского Союза. Идем семимильными шагами. Ну, и поэтому чиновники, ну, типа там Белоусова, который один раз там заначал 3 миллиарда. Кстати говоря, столько нужно томографировать. Один представитель Госдумы освоил такую сумму. Завитки берут. Сколько можно было бы полезного в науке сделать за эти огромные деньги? Ну, и, как вы понимаете, никто не помешал ему сбежать их тратить. Ну, потому что десятилетний срок, конечно, отбывать не хотелось. Таким образом, уважаемые слушатели, динамика эволюционных процессов нарастает. Конфликты между церебральными конструкциями тоже резко увеличиваются. Но, если вы уже понимаете, что просто так такие фокусы проделывать долго невозможно. В Советском Союзе это продолжалось очень недолго. В таких масштабах, как сейчас. Да информационный фон был похилее. Толком никто не знал, что происходит. Поэтому готовимся к церебральному сортингу и продолжаем оценку собственных интеллектуальных способностей. В этом отношении сегодня я вынужден потратить время на то, чтобы пояснить, а что, собственно говоря, происходит с тестированием. Ну, во-первых, я крайне удивлен, потому что на тестирование записалось огромное количество людей. Ну, я думал, что человек 150 появится, чтобы нам довести рабочую модель до нужного уровня. Нет. Получилось в 10 раз больше, поэтому, уважаемые зрители, я приношу извинения, но всё будет медленнее. Я предупреждал в ролике, что, ну, одного, максимум двух людей мы сможем обслужить в рамках нашего проекта. Исследование индивидуальных особенностей мышления, то есть, ну, использование энергии мозга. Но не больше. К сожалению, у нас нет компьютерных программ, которые бы делали это в автоматическом режиме. Мы никого не обманываем и не надуваем. Нас это абсолютно не интересует. Вот. Если человеку нужно зарабатывать деньги, он идёт на биржу и там ими спекулирует. Причём тут наука. Непонятно. Ну, так вот, для тестирования нам нужно время, поэтому сроки немного растягиваются. Хотя первые граждане уже обработаны, осталось только им, так сказать, создать, написать заключение. Значит, дети, очень много вопросов приходит по поводу детей. Ну, до 18 лет нежелательно. Не из-за того, что мы не можем. Мы можем. Но просто у них созревает неокортекс очень долго. И он начинает где-то 8-9 лет формироваться и заканчивает где-то 18-20 и то в первом приближении. Потому что незрелый неокортекс не позволяет оценить способности. Ну, просто там ещё не все связи сформировались между нейронами. Даже не все основные. Так что это всё продолжается за 30 лет. Поэтому, ну, ошибки возрастают. До 18 лет ошибок много. Ну, нежелательно это делать. После 18 лет тоже ошибок довольно много. Лет до 22, до 23. Но всё-таки их намного меньше, чем у молодых людей. Поэтому детей не советую пихать. Мы, к сожалению, ничем помочь здесь не сможем. Значит, теперь относительно оформления всех этих наших фокусов. Я вас очень прошу, переводя пожертвования, обязательно указывайте свой научный номер идентификационный. Ну, раз так много людей, которые интересуются собственными мозгами, что для меня неожиданно, то надо понимать, что у нас уйдёт достаточно много времени на обработку этого материала. И огромное количество времени отнимает вот эта идентификация. Прошу везде, вот вы переводите там средства, жертвуете. Указывайте свой этот самый номер, который к вам присвоил и пришёл в письме. Без этого очень трудно определиться. Это очень важный момент. Потому что мы не можем, так сказать, исследовать и обмозговывать результаты неизвестно кого, и не складывая это со средствами, пожертвованными вами. Будьте внимательны в этом отношении, действуйте поаккуратнее. Теперь относительно перспектив. Чего-то многие спрашивают, а что мы получим потом? Я, в общем, говорил о том, что вы получите следующие примерные возможности на сегодняшний день того, как вы можете пользоваться энергетическим балансом вашего мозга. То есть вы сможете его прикладывать к некаким сложным задачам. Или вы их решаете по алгоритмам или парадигмам, которые слезали у кого-то. То есть какой у вас на сегодняшний момент потенциал творческого использования энергии вашего мозга для произвольного мышления? Мышление такой большой штуки, как неокортекс, оно очень дорого стоит. И в зависимости от того, вы можете или не можете на сегодняшний день управлять энергетическими расходами неокортекса в зависимости от этого и реализуются ваши способности к творческому синтезу. То есть к созданию того нового, чего до вас не было. Или решению задач очень сложных, с которыми вы никогда не сталкивались. Если, например, энергетический баланс очень низок, но мы видим, что потенциал его использования у вас есть, мы так и напишем, что вот вы, значит, там отстаёте от, например, Егора Тимуровича Гайдара, но в то же время у вас есть потенциал добраться до Столыпина. То есть таким образом мы как бы говорим о потенциале, но не говорим о вашей специализации. Мы говорим только о том, что вы можете или не можете осуществлять произвольное мышление в тех масштабах, которые могут сделать вас человеком. Об этом идёт речь. Мы не определяем, сможете ли вы быть снайпером в Новороссии или нет. Сможете вы писать музыку или нет. Мы определяем возможности вашего управления вашим собственным мозгом. То есть в том смысле, что вы управляете энергетическими потоками, иначе говоря, у вас есть потенциал себя заставить сделать что-нибудь рассмысленное и уже лучше не пробовать. Вот для этого у нас создан этот проект, и поэтому именно он и называется энергетический обмен мозга. Глубже мы бы копнули, если бы у нас был томограф на тот самый, который Белоусов утащил 3 миллиарда рублей. Ну, как вы понимаете, безвозвратно уже. Ну, это бесконечно происходит. Вы же знаете, я вам всё время рассказываю, как было бы хорошо исследовать акул. Ну, вот смотрите, сколько было у олигаргархов яхт, на которых этих акул можно было бы исследовать, очень успешно и принести пользу. Ну, и чего? Допрыгались. Во-первых, тратили астрономические деньги на стоянку яхта в Испании. Вообще-то уходит 40 евро в день. Сначала тратили огромные деньги на команду, на охрану, на парковку этого всего. А потом у них просто их отняли. Ну, уж лучше бы развлеклись. Хоть что-нибудь бы сделали. Ну, хотя бы обоняние акулы исследовали. Я уж не говорю там про мою мечту по исследованию глубоководных миксин. Нет, ничего подобного нет. Всё очень примитивно. Раньше были там сессии на яхтах с девицами пониженной социальной ответственности. Ну, теперь ещё отдельные магазины для особой публики, которая будет в них отовариваться. Поэтому, уважаемые слушатели, занимайтесь собственным мозгом. Пока не поздно. Пока такая возможность есть. И это пока не сильно наказуется. То есть, наказуется, конечно, но не сильно. То есть так, что можно и потерпеть некоторое время. А я пока буду пробавляться зелёненьким чаем, который в ближайшее время, я очень на это надеюсь, пойдёт в больших количествах из нашего дружественного Китая. Поскольку девать его, как вы понимаете, скоро будет некуда. На этом я с вами прощаюсь. Не судите строго, потому что действительно работы очень много, а в ручном режиме нам её очень трудно выполнять. Поэтому всё будем, всех утешим, но только медленно. Не с той скоростью, с которой бы и нам хотелось. Потому что все сведения об этом, они нужны для отработки технологий. Это серьёзное научное дело. И для нас это представляет ничуть не меньший интерес. Чем для вас узнать хоть что-то о собственном мозге. То, что просто так, понять нельзя. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Я с вами прощаюсь. Вам приятного настроения. И максимальной аккуратности при заполнении всяких бумажек. В том числе, отосланных и к нам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok